Дед Мороз Дед Мороз Вот я делаю вам песню «Расскажи Снегурочка» из известного модфильма «Но погоди» Например, я к этой песне привык, что её играет «Сектор газа» Вот, и поётся на опредёной манере Мне даже тяжело её сыграть, как песню, которая звучит в модфильме «Но погоди» Но, тем не менее, песня очень весёлая, динамичная и быстро интересная Главное, что она весёлая Ну, с аккордиками немножечко здесь нужно будет запомнить. Я сделал такое небольшое вступление. Ну, я думаю, мультфильм «Напогоди!» вы все видели. Прекрасно помните это место, когда волк с зайцем выходят на сцену и начинают петь эту песню. Очень веселая песня, конечно, интересный мультфильм. Итак, давайте начнем со вступления. Я сделал небольшую ножовочку вступления. Начинаем с аккорда ре мажор. Ставим третью, первую на вторую и вторую на третью. И здесь нам нужно сыграть вот такую фразу. Играем четвертую, третью, первую со второй. И потом отсыпаем первую, остальные оставляем. Играем опять первую со второй. Потом четвертую. И третью со второй. И четвертую. И у нас получается самая первая фраза на аккорде «Д» вот такая. И четвертую. И четвертую заканчиваем. Потом у нас идет первая за второй. Открытая. И шестая на третьем. И два раза третья открытая. И вторая на третьем. Отсыпаем вторую. Один раз вторая. И третья открытая. И в конце мы играем пятую. Открытую, вторую на третьем. Третья на втором. И первая открытая. И опять третий на втором. И теперь все медленно. И все. То есть на трех аккордах. На «Д», «Ж» и на аккордах «А». У нас идет сутупление. Здесь же перецыпать ничего не надо. Третья на втором, вторая на третьем. В конце играем пятую со второй. Третья. Первая. Третья. Ну и еще разок повторю сутупление. Ну и так вот быстро. Так мы играем два раза. Раз. Два. И начинается сама песня. Можете обычной четверочкой играть. Вниз, сверху, вверх. Расскажите, девочка, где была? Начинаем с аккорда «Д», ра-мажор. Третья, первая на втором. Вторая на третьем. И если четверка, скажи мне, расскажи мне. Одну четверочку. Дальше аккорд соль-мажор. Ну, я предпочитаю баре на третьем. Третья на четвертом, пятая, четвертая на пятом. Дурочка. Тоже на четверка. Дальше аккорд ля-мажор, а. Четвертая, третья на втором. Де-бе. Тоже на четверочкой. Опять бе-ла. И вот что у нас получается. Де-же-а-де. И продолжаем отсюда же. Де-расскажи, как же милая, а как дела? Де-р. То есть два раза мы повторяем. Де-же-а-де-дже-а-де. Ну, еще разок проиграем. Расскажи, слегка, урочка, где я была? Расскажи, как милая, как дела? Идем дальше. Аккорд D7. За тобою. D7 это почти как D, только вторая на первом. Указательным пальцем. Третья на втором, первая тоже на втором. Такой D7. За тобою бегала. Дальше опять же. Дальше F-ди-с-мажор-дет. F-ди-с. F-ди-с-мажор. F-ди-с-мажор. Это бары на втором, третья на третьем, пятая, четвертая на четвертую. Дет. И аккорд H-M. Рос. Это бары на втором, вторая на третьем, четвертая, третья на четвертую. Раллево-не. Раллево-не. Можно D7 сыграть, но я думаю, что R-ди-с-мажор лучше H-M7. То есть мы держим тот же аккорд, только убираем мизинец. У нас получается бары на втором, вторая на третьем, четвертая на четвертую. Раллево-не. И аккорд D потом. Везде по одной четверочке. Давайте сейчас полностью. Это у нас был куплет. Полностью проиграем вам весь куплет. Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как дела? За тобою бегала Дед Морозь. Провела немало я горьких слез. Вот, и у нас уже получается вступление и сам куплет. Ну, могу еще, конечно, показать еще один вариант. Если не четвертый. Расскажи, Снегурочка, милая, как. То есть бас, вверх, вис, вверх. Большим пальцем мы играем басовую струну. И потом вверх, вис, вверх. Бас, вверх, вис. Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи, как, милая, как дела? За тобою бегала Дед Морозь. Провела немало я горьких слез. А, как, да. Ну и так далее. Либо просто, как я уже сказал, четверочкой. Курочка, где? Или просто открытой четверкой. Вис, вверх, вис. Вис, вверх. Либо вообще. Бас, вис, вверх, вис, 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 вис. Можно даже так. Ну и еще разок повторяю аккорды, которые в куплете. Д, Ж, А, Д. Дальше. Д, Ж, А, Д. Д, Д. Дальше. Д, Д7. Ж, Ф, Д, С. А, Ш, А, Ш, М7. Е, Э, Э. А, С, Д. Сначала, конечно, нужно будет последовательность. Ну и слова, если вы знаете их. Если не знаете их, конечно, тоже нужно будет заучить их. Соединиться аккорды. Вот. У нас остается только припев. Я думаю, припев я разберусь в следующем видео. Пока вы получите вступление, получите аккорды и слова. Но сама песня, насколько я, я всегда ищу оригинал, чтобы уже от него отталкиваться. Потому что, как правило, есть несколько вариантов песни, которую играет группа или исполнитель. Ну, просто со временем они чуть меняются. Причем он сам их может менять. Но я всегда отталкиваюсь от оригинала. И хотелось бы, конечно, сказать, что вы можете тоже выбирать для себя любой вариант. И в оригинале я услышал, что сама песня звучит не в рэ-мажорке, как я вам показывал, а в рэ-диэске. Может быть, даже так и легче петь. Ну, это легко сделать. Поставим каподастер. Сыграем все то же самое. Ну, вообще, по ощущению, конечно, удобнее петь именно вот в таком вот варианте, если каподастер поставить на первый лад. И петь в тональности, в обычный рэ-мажор, в который мы разобрали. То есть, первый лад у нас уже нет, а первый лад у нас будет вот здесь, на втором ладу. Вот отсюда он будет. Вот такая, получается, песенка. На этом пока все. Припев я вам покажу в следующем видео. Большое спасибо за просмотр. Тренируйтесь. У вас обязательно всегда и все получится.